Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Церковь. Я принял спасение дома. Формирование моего христианства проходило за пределами церкви. Поэтому в юности я не очень ценил ее. Я понимал саму концепцию, но собрание людей не имело для меня ценности. Однажды я прочел о том, что Иисус строит церковь, и понял, что церковь важна для Иисуса. Мне пришлось изменить свой взгляд. С тех пор я прикладывал все усилия к развитию тела Христа. Нам нужна церковь Иисуса Христа. Присоединяйтесь к нам в изучении этой темы. Просите Бога показать вам, как вы можете помочь церкви, как вы можете использовать свое время и энергию, чтобы укрепить то, что Иисус строит сегодня на земле. Я хочу сотрудничать с Ним, а не противиться Ему и Его воле. Если Бог помог мне, то Он точно поможет и вам. Приятного вам просмотра. Я считаю, что собрание Божьих людей в посвященном обществе крайне необходимо для нашего духовного благосостояния и зрелости. Если вы считаете, что церковь не важна, и вы можете встретить Иисуса на парковке, то я не соглашусь. Вы действительно можете встретиться с Иисусом на парковке. Вам не нужно здание или пастор для этого. Но если вы хотите расти в вере, то вам нужно сообщество верующих. Не думаю, что этого можно достичь в изоляции, и Писание поддерживает это мнение. Жизнь больше, чем воскресное собрание. И мы хотим вплести нашу веру и посвящение Иисусу во все полотно нашей жизни. Это не 90-минутное посвящение, когда мы нарядны, и напомажены, и сидим ров. Думаю, нам стоит говорить о церкви и о том, почему мы делаем некоторые вещи, потому что влияние Евангелия должно расти. Нет лучшего решения для проблем, с которыми сталкиваются люди. Нет лучшего решения для трудностей. Технологии не помогут. Наука не даст свободу. Партия или идеология не помогут нам. Нам нужна Евангелие Христа с его обширным влиянием. Оно изменило мою жизнь и жизни моих родных и близких. Я думаю, оно может сделать это для вас. С годами я заметил, что растущие церкви поддерживаются растущими людьми. Мы можем начать церковь, и какое-то время она будет процветать, но если мы хотим продолжительного роста, то он возможен только благодаря духовному росту людей. Мы не группа людей, которые всего достигли, и знают все ответы, и никакие жизненные проблемы нас не пугают. Мы находимся в переходном периоде. Мы еще не знаем всего, что нужно, но я очень сильно хочу быть частью живой и растущей церкви, потому что это группа живых и растущих людей. У Иисуса есть мнение о церкви. Находится оно в Евангелии от Матфея, 16 главе. Он сказал, «Я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вы знали, что Иисус занимается бизнесом по постройке церкви? Это одна из тех вещей, которые очень сложно принять. Это публичное выражение христианства, и мы часто притыкаемся и неправильно его понимаем. Церкви многое может разочаровать, потому что церковь полна людей, а мы иногда приносим разочарование. Но Иисус занимается построением церкви. Люди спрашивают меня иногда, «Пастор, вас не беспокоит то, что церковь стала слишком большой?» Эти люди меня не знают. «Нет, меня беспокоит то, что с каждым днем падает влияние церкви. Это меня беспокоит и не дает мне спать по ночам». Я постоянно молюсь о том, чтобы влияние церкви на земле росло. Нам нужно определение. Церковь — это не это собрание, никакое другое собрание, и даже не отдельно взятые динаминации. Согласно Писанию, церковь — это каждый человек, признавший Иисуса из Назарета как Мессию, принявший Его как Господа и служащий Ему как Царю. Церковь состоит из людей, всех, наций, рас и языков, и племен. Церковь была международной организацией задолго до появления первых корпораций, до появления интернета, транспорта, соединяющего все части света и цифровых платформ, общения. Церковь Иисуса Христа была многонациональным, всемирным выражением любви Божией к человечеству. Однажды мы все соберемся у Божьего престола, люди всех народов, рас и языков. Я жду этого с огромным нетерпением. Я в большем восторге, чем вы, но это, конечно, временно. Я буду работать над этим. Это заявление о власти, которое мы изучаем. Изумительно. Иисус сказал, даю вам ключи, и что вы запретите, будет запрещено, а что разрешите, будет разрешено. 19 стих. Я дам тебе ключи от небесного царства, церкви. Ваша власть на земле приносит власть с небес на эту планету. Посмотрите, что происходит в нашем мире. Кажется, что было разрешено нечто очень безбожное. С точки зрения Иисуса, глупо свирепствовать против тьмы, потому что Он дал нам ключи. Наша обязанность запрещать то, что должно быть запрещено, и разрешать то, что должно быть разрешено. Посмотрите на отрывок из пятой главы послания к Ефесинам. Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее. Вы знали, что Иисус любит церковь? Мне пришлось научиться любить церковь. Она мне не нравилась, и христиане тоже. Я хотел попасть на небо. Мне лишь не нравились люди, которые рассказывали об Иисусе. Они действовали мне на нервы. Со временем я понял, что внутри меня было что-то, из-за чего я не любил тех людей. Когда я изменился, и они перестали меня раздражать. Если церковь — это тело Христа, может, нужно поговорить о ней с Господом? Может, в вас слишком много мусора, и поэтому вам некомфортно в церкви? Иисус любит церковь, и это дало мне свободу. Можно молиться так? Помоги мне любить церковь так, как ты ее любишь. Мне пришлось поработать над этим, потому что церковь долгое время меня раздражала. Затем сказано, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным умовением через слово. Иисус не начал с идеальной церкви. Церковь — это не собрание идеальных людей. Мы собраны вместе под господством Христа, чтобы Духожий освящал нас, омывал и делал нас святыми. Я заметил, что не церковные люди знают, какой должна быть церковь. Сколько раз я слышал, христиане так себя не ведут. Но вы же себя так ведете. А я не христианин. Они знают, какой должна быть церковь, хотя они не собираются туда ходить. Поймите, церковь — это не музей святости. Мы не экспонаты под стеклом, которые показывают всему миру, как выглядит совершенством. Мы больницы, мы побиты, покалечены, но мы подчиняемся господству Иисуса и меняемся. Для чего? Чтобы Ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Бог желает изменить нас в свой образ и сделать святыми и непорочными. Мы еще не такие, но мы в процессе. А сейчас я хотел бы поговорить конкретно об этом месте. Аллилуйя! Какая у нас миссия? Зачем мы собираемся в выходные? Чтобы изучать Библию и петь песни? Мы приходим сюда, чтобы нам было легче на душе, потому что мы пришли сюда, а не остались дома смотреть телевизор? Не думаю. Наша миссия — сделать прихожан более посвященными последователями Иисуса. Если вы не знали нашей миссии, вот она. Если вы хотите знать, чего желает пастор, что я замышляю, когда сижу перед своим компьютером или собираюсь с лидерами, чего мы хотим от вас? А хотим мы, чтобы вы стали более посвященными последователями Иисуса, чем когда-либо? Если вы 50 лет следуете за Иисусом, много раз перечитывали Библию и так хорошо знаете заповеди, что кажется, что они набиты у вас на глазных веках, то знаете, какая наша цель для вас? Сделать вас еще более посвященным последователям Иисуса. Никто из нас еще не достиг этого в совершенстве. Мы ограниченные существа с безграничным Богом, поэтому мы еще далеки от совершенства. А с другой стороны, если вы здесь впервые и ничего не знаете о Боге, то мы хотели бы и вам помочь, чтобы вы стали более посвященным последователям Иисуса. Это принесет много хорошего в вашу жизнь, семью и отношения. Иисус полезен людям. Один профессор в колледже всегда говорил, «Считай книгу, подумайте, что пытался донести автор». Затем он написал эту книгу, что он хочет внести в жизнь читателя. Я признаюсь честно, мы хотим сделать вас более посвященными последователями Иисуса. Мы не пытаемся навязать вам что-то. Мы хотим, чтобы вы стали более посвященным последователям Иисуса. Это действительно важно. У нас есть цель, и состоит она из четырех частей. Когда я начал служение, родители водили нас в церковь, когда мы с братьями были еще детьми. Мои самые ранние воспоминания о том, что в воскресенье утром нужно идти в церковь. Мы каждую неделю ходили в церковь, но не были христианами. Вы знали, что так бывает? Мои родители были молодежными лидерами, а мы не были христианами. Доктора сказали моей маме, что ей осталось жить с полгода. Пастор церкви пришел в больницу, чтобы проведать ее, и сказал, что нет ни ада, ни рая. Не очень утешительно. Но Бог открылся моим родителям, и они стали последователями Христа. Их жизнь изменилась настолько, что они привели нас с братом к Иисусу, и мы стали христианами. Большую часть жизни я рос в церкви, но вера моя началась не в церкви. Она скорее началась вопреки церкви. Мне пришлось учиться ценить церковь. Когда Бог призывал меня в служение, мне было не очень приятно, потому что христиане не вызывали у меня особое уважение. Но я решил быть послушным Богу, поэтому сказал «да». Я начал с служением. Моим главным правилом было, если любишь Бога и людей, то все получится. Нужно было любить Бога и людей. Я получил хорошее образование. У меня была сформированная теология, поэтому я не мог завести людей в крайности. Образование важно. Мы живем в то время, когда образование не ценится, но я не хочу, чтобы на меня работал хирург без образования. Я получил образование, но я служил в церкви и был очень неэффективным. Церковь была основана, мы построили здание, собрали несколько сотен людей. Я любил Бога и людей, но не знал, что делать. И через несколько лет я начал говорить Богу. Либо дай мне новое откровение о том, что ты мне дал, либо дай мне новое задание. Это не случилось через день, неделю, или после какого-то семинара, молитвы или книги. Прошло 18 месяцев, и Бог показал мне, что церковь может иметь цель так же, как и любая медицинская процедура. В церкви может быть такая же четкая цель, как при ремонте автомобиля. И когда это начало просыпаться внутри меня, начало меняться все в моей жизни. До этого церковь была для меня местом безопасности, правильной теологии. Если вы хотите что-то делать, то просто берите и делайте. Главное, что я любил Бога и людей. Церковь — очень интересное место. Если вы споете что-то на сцене, то к вам подойдут несколько человек и скажут, «Вы так меня благословили». Они не признаются, что часть из них благословила то, что вы замолкли. В первые годы служения я был таким духовным, что даже не знал, сколько людей приходило в церковь. Я их не считал. Я говорил, цифры меня не интересуют. Я просто люблю Бога и людей. Здравствуйте, я пастор Аллан, и хотел бы поговорить с вами о довольстве. Мы живем во время постоянного недовольства. И дело не в том, что мы имеем. Мы имеем больше, чем любое другое поколение. Путешествуем. Наши дети имеют образование и медицину. Но мы почему-то недовольны. Мы хотим иметь больше. Это душевная реакция на жизнь. Душа — это наш разум, воля и эмоции. И если мы не позволим Духу Божьему управлять нашей душой, то будем всю жизнь недовольны, несмотря на все наши достижения. Все начинается с мира с Богом. Библия говорит, что быть благочестивым и довольным — это великое приобретение. Поэтому я призываю вас смотреть на жизнь без жалоб и желания постоянных улучшений. Просите Бога помочь вам быть довольными сегодня и доверять Ему свое будущее. Это изменит вашу жизнь в корне. Церковь — это не здание и не свод правил. Смысл церкви в Иисусе, нашим Спасителе, и задание, которое Он нам дал. Теперь вы можете получить эту серию из трех посланий под названием «Церковь с целью» в качестве благодарности за вашу поддержку. За пожертвования в размере 50 долларов мы также вышлем вам молитвенный журнал, который станет прекрасным дополнением для вашей духовной жизни. Воспользуйтесь контактной информацией на вашем экране. Спасибо вам за вашу поддержку. Вместе мы можем принести разницу. Однажды я понял, что у меня очень высокие требования к детскому служению. Представьте, что вы отдали своего ребенка в ясли, а в конце дня приходите и спрашиваете, сколько сегодня было детей? Не знаю, я как-то не считал. Люди приводят людей, потом забирают их. Вроде все нормально. Иногда остается пару лишних, но на следующий день их тоже забирают. «Знаешь, вроде все было нормально». Мы все понимаем, что это звучит неправильно. Да, смысл церкви не в цифрах, но если вас не волнует, сколько здесь людей, то зачем Богу доверять вам еще больше? Мне пришлось многому учиться. Раньше я просил наших гостей подняться и показать себя Богу и всем окружающим. Каждую неделю я видел, как они поднимались, краснее и переминаясь ноги на ногу. Я не просто поднимал их, а просил назвать свое имя. Странно. Как-то мы не ставили им клеймо на лбу, чтобы все вокруг знали, что они другие. А люди в церкви думали, что церковь для нас. Мы думали, что она существует для того, чтобы кормить нас тем, что нам нравится. Мы хотели, чтобы размер был таким, как нам нравится, чтобы все было только для нас. Помню, как наше здание впервые наполнилось. Не только зал, но и ясли, и классы для детей. Мы подумали, что же нам делать? Мы переполнены. Места не было, и мы неделями говорили о том, что нам делать. Можно что-то построить, но это дорого. Не очень-то похоже на идею от Бога. Мы можем поставить большой знак у дороги с надписью, что мы переполнены. Идите в ад! Это казалось не очень хорошей идеей. Мы не хотели прийти на небо и иметь это на своем счету, поэтому мы решили начать еще одно собрание. Потом мы подумали, что мы так не можем, потому что не знаем, «Кто придет на это собрание?» Теперь мы не будем как одна церковь. Кто-то может не прийти, и мы даже не узнаем об этом. «Как я могу знать все обо всех, если их не будет?» «Хотите повесить знак?» «Нет, знак нельзя». И мы начали второе собрание в воскресенье утром. Оно тоже наполнилось. Как это неудобно. Что же нам теперь-то делать, а? Мы снова решили поговорить об этом. Снова вспомнили о знаке. А может, нам собираться еще и в субботу вечером, а? Нет, так нельзя. Так делают на севере. А они точно не христиане. Мы же южане. Ни один уважающий себя человек не пойдет в церковь в субботу. Как мы будем смотреть футбол, если будем в церкви в субботу вечером? Люди не придут. Поэтому даже и не пробуйте. Мне тоже пришлось измениться. Дело было не только в людях, и не только в том, чтобы любить Бога и людей. Нам нужно было многое понять. Понять, что это не мое место, и что дело не в моем личном комфорте, а в том, чтобы превозносить имя Иисуса и расширять царство Божие. Когда мы пришли к согласию в этих вопросах, Бог изменил это место. Все началось с моего сердца и с моего блокнота. И отсюда вышли такие мысли. Как мы здесь для того, чтобы привлекать людей к личным отношениям с Иисусом? И это было важно. Если бы в церковь постучался человек и сказал, что хочет быть христианином, то любая церковь должна была бы помочь ему в этом. Если церковь не может этого, то ей не стоит называть себя церковью. Привлечение людей к Иисусу — это нечто иное. Мы участвовали в разных мероприятиях. Тратили деньги и силы, чтобы привлечь людей, которые обычно не ходят в церковь. О, это мне нравится, на это я готов согласиться. Да, но это похоже на бартер. Мы не будем пускать вокруг церкви грузовик с мороженым. Может, лучше пойти с семьей на какой-то матч. Туда можно пригласить друзей или коллег. Мы с друзьями из церкви собираемся на матч. Хотите с нами? Люди могут пообщаться с христианами и понять, что мы не такие противные, как о нас думают. Осенью мы проводим праздник для детей из нашего района. Нам приходят десятки тысяч людей. Попкорн, сладкая вата, лимонад, игры. Мы берем инициативу в свои руки. Мы хотим, чтобы общество знало, что церковь не всегда стоит с протянутой рукой. И мы ценим наше общество. Церкви в нашем городе должны стать лучшими. Мы не проблема общества, а его сильная сторона. Мы хотим привлекать людей к Царству Божьему. Ну и вторая наша цель — это призывать людей к посвящению Божьим целям в их жизни. Это слово означает использовать свою жизнь для Господа. «Я не хочу ходить в церковь там, мной будут пользоваться». Вам все равно нужно потратить свою жизнь на что-то, на себя или на какие-то другие вещи. Так почему бы не позволить всемогущему Богу использовать ее для Его цели? Ну и, наконец, третья цель — это создать среду для поклонения и личного духовного роста. Духовный рост не автоматический. В американских евангельских церквях сложилось неправильное представление о христианстве. Мы делаем огромный акцент на новом рождении. Я в это верю, но мы мало говорим о возрастании в Господе. Цель не в том, чтобы мы были здоровы в 16, а в том, чтобы мы были здоровы даже сейчас. Я каждый год проверяюсь у врача, а не приношу ему анализы за то время, когда мне было 16. Кто бы из вас хотел иметь тот же вес, что и в 16 лет? А? А этот вредный доктор взвешивает меня каждый раз, когда я к нему прихожу. Иисус ожидает, что мы будем расти духовно. Поэтому, признаюсь честно, одна из моих целей — создать для вас дискомфорт. Я не хочу вам просто объяснять все. Я хочу, чтобы мы вместе читали Библию. Если вы вдруг увидите что-то в Библии и скажете, «Я не так верю», то вам нужно изменить свои верования. Но вот в моей семье, я уважаю вашу семью, но и ее взгляды могут поменяться. И мои тоже. Мы хотим расти в Господе. Поклонение — это не стиль музыки или какие-то музыкальные предпочтения. Это положение сердца. Одно из самых детских выражений христианства звучит так. «Я не мог поклоняться, потому что мне не подходит музыка». В нашей церкви музыка делится на возрастные категории, от яслей до колледжа. Но когда вы заканчиваете колледж, мы ожидаем, что вы присоединитесь к обществу. Это значит, что музыка не всегда будет такой, как вам нравится. Все равно славьте Господа, потому что он достоин. Ну и последний пункт очереди — это четвертый. Оснащение верующих для служения. Мы хотим помочь вам стать более эффективными для Царства Божьего. Мы не знаем всего, поэтому мы читаем Библию и учимся молиться. Нам нужно выносить все эти знания за пределы церкви. Если вы хотите участвовать в служении, то мы сделаем все, чтобы вы стали частью нашей команды. И это гарантирует вам больше успеха, чем если бы вы были одни. Предположим, вы решили присоединиться к команде детских служителей. Мы дадим вам группу детей, которых привели сюда родители, чтобы они больше узнали об Иисусе. То есть вы начинаете работу, которая будет иметь влияние на будущее. А мы предоставим вам место чистое и безопасное. Люди, работающие с вами, проверены, чтобы вы работали в безопасности, и дети были в безопасности. Кто-то периодически проверяет учебную программу, чтобы улучшить служение и лучше учить детей. Кто-то готовит перекус. Кто-то помогает вам поддерживать дисциплину. Вам поручили одно задание, и в этом вас поддерживает целая команда. Почему мы это делаем? Иисус сказал, «Если вы подадите стакан воды, то получите награду на небесах». Мы хотим, чтобы, когда вы придете на небо, вам дали целый квартал, потому что у вас будет так много наград. Когда-то в церкви все было иначе. Вам нужно было самому найти учебную программу, самому брать комнату и самому принести закуски. Поэтому, когда я думаю о служении, то представляю команду для любой работы. Есть люди, которые снимают проповеди. А потом другие люди в темной комнатке миксуют все это, чтобы люди в других штатах могли это смотреть. Церковь — это удивительное место. Здесь мы оснащаем верующих, чтобы они были эффективными в служении Иисусу. Я не думаю, что мы слишком большие. Мне жаль, что наше влияние наоборот такое маленькое. Но мы над этим работаем. Я служу в этой церкви более 30 лет. За это время я видел, как церковь выросла от группы людей до нескольких тысяч. С годами я понял, что дело не в размере церкви, а в сердцах людей, которые в ней находятся. Мы не из сферы христианских развлечений. И наша главная цель — не служить христианам, которые собираются здесь в воскресенье. Мы здесь для того, чтобы превозносить имя Иисуса в нашем обществе. Я молюсь о том, чтобы Бог открыл ваши глаза и показал вам, как вы можете инвестировать себя в служение Господу. Это величайшая привилегия. Я хочу помолиться. Отец, спасибо тебе за каждого человека. Дай нам мудрость, чтобы мы знали, как быть представителями Иисуса, как подбадривать тех, кто служит вместе с нами, и приглашать других в твое царство. Спасибо тебе за то, что ты будешь делать в наших жизнях. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok